Отрывок из романа «Портрет зла» глава 4. Читает автор. Дмитрий быстро уснул, но проблемы дня не оставили его в покое. Они пришли к нему ночью в виде кошмаров. Во сне он очутился около старого дома, где когда-то жил с братом. Была зимняя ночь, он стоял у крыльца. На улице была ужасная погода. Он слышал, как завывает ветер, но почему-то не чувствовал холода. Дима продолжал стоять и смотреть на дом. Вдруг дверь распахнулась, и оттуда выбежал Сашка в отцовской фуфайке. «Данка, Данка!» – закричал мальчик. Дима вспомнил этот момент, и слезы потекли по его щекам. Потом картинка поменялась, и он увидел, как Сашка лежит с окровавленным лбом и говорит ему. «Димка, ты почему меня не спас? Ты ведь мог не пустить меня, и этого ничего бы не произошло! Ты виноват в моей гибели! Ты, ты, ты!» «Сашка, прости! Я не знал, что так все будет!» Дмитрий обхватил руками свою голову и начал повторять. «Я не знал! Я не знал!» Вдруг картинка поменялась снова, и Дмитрий очутился в больнице около кровати Бабыкина. Тот приоткрыл глаза и сказал. «Что же ты? А вроде врач. Почему не остановил ее? Я задыхался минут шесть и чувствовал, как от недостатка кислорода умирает мое тело! Ты же мог ее остановить! Ты виновен в моей смерти! Ты, ты, ты!» «Нет, я не виноват!» – заикающимся голосом произнес Дмитрий. Потом он начал пятиться назад к выходу. По обеим сторонам Дима увидел, что все больные, которые лежат на функциональных кроватях, приподнялись и смотрят на него. Немного погодя, они начали повторять за Бабыкиным. «Ты, ты, ты, ты!» Дмитрий проснулся от своего крика. Елена, тормошая его за плечо, сказала. «Гима, проснись, проснись же!» «Да, да, все, все!» «Тяжело дыша», – ответил он. «Что с тобой? Ты весь вспотел. Сон плохой приснился?» «Плохой приснился». Почитать эту книгу вы можете, перейдя по ссылке в описании.